Слава Богу, братья и сестры, за то, что мы имеем такое хорошее время, в которое можем мы рассуждать о Слове Божьем, можем молиться, можем познавать благодать Божию, и в этом есть наше спасение, в этом жизнь вечно для нас. Я прочитаю Слово Божие, мы немножко порассуждаем, а потом помолимся. Я буду читать из первого послания апостола Петра, со второй главы, с первого по третий стих. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесно молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Я хочу прочитать, как бы, другими словами немножко здесь, чтобы для лучшего понимания. Именно последние слова. Как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесно молоко, то есть Слово Божие, которое мы с вами имеем, чтобы вам спастись. Я думаю, что я не нарушил смысла того, что тут написано, потому что оно мне так кажется, чтобы написано, если читать буквально, дабы от него возрасти во спасение. Ну, если сказать простым языком, возлюбите Слово Божие для того, чтобы нам, вам написано, спастись. Когда я это дома читал, я обратил внимание, и потом так размышлял для себя, когда, до того еще, когда попросили говорить Слово Божие, на что я обратил внимание. Сверху написано, и так, отложив всякую злобу, я повторю, коварство, лицемерие, зависть, засловие, как младенцы, начните читать Слово Божие, пить это молоко, чтобы вам спастись. У меня появился маленький вопрос. Неужели для спасения недостаточно, что когда-то мы уже с вами отложили злобу, отложили зависть, коварство, лицемерие, можно перечислять другие грехи, которые отлаживает человек, когда приходит к Богу в покаянии, когда начинает за Ним следовать? Неужели этого недостаточно для того, чтобы уже спастись? Вот по этому стиху, что дальше написано, мне кажется, как будто недостаточно. Вот недостаточно просто оставить грех и на этом как бы остановиться. Ну, можно делать добрые дела. Ну, вот написано почему-то, возлюбите Слово Божие, чтобы вам спастись. Я вспоминаю также хороший такой яркий пример, когда римлянин Корнилий, в Деяниях его история записана, про него написано, что он был человек богобоязненный, всегда молившийся Богу, творивший много милостыни. Но в какой-то момент ему надо было услышать Слово Божие. И ангел, который сказал ему в видении, сказал, «Ангел Корнилий, пошли в Кесарию, чтобы позвали Петра, придет Петр и скажет тебе слова, от которых ты спасешься». Оказывается, то, что Корнилий всегда молился, написано, творил много милостыни, боялся Бога, было недостаточно для него. Для него нам надо было услышать Слово Божие. И это Слово Божие его спасло. Я также хочу прочитать и второй такой пример в Деяниях, который я... Это 16 глава в Деяниях апостолов с 9 по 14 стих. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Труады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботный мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. «И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая Багреницеву, чтующая Бога, слушала, и Господь отверст сердце ее, внимать тому, что говорил Павел». Я обратил внимание, друзья, на что написано, написано, что одна женщина именем Лидия, чтущая Бога. В моем понимании, чтущая Бога, это одно слово написано, чтущая Бога, но в моем понимании тут написано, что она пришла в день субботний в молитвенный дом. То есть, я думаю, она регулярно ходила в молитвенный дом. Думаю, что она, если чтила Бога, то она его чтила утром, когда просыпалась в обед, и вечером, я имею в виду, молилась, чтила Бога. Но вот почему-то было это недостаточно. Надо было, чтобы она слушала Слово Божие. И когда она слушала Слово Божие, написано, что Господь отверстие ей сердце. Отверстие ей сердце для того, чтобы она услышала ту истину, от которой, как бы, она, возможно, получила что-то большее, как будто что она имела до этого времени. Я думаю, что она, Бог видел, что она нуждается в спасении, даже если она ходит в молитвенный дом каждую субботу, даже если она чтит Бога, но Бог видел, что она нуждается в что-то большем. И во время проповеди Павла она покаялась, и дальше написано, что она крестилась. Что мне все это, как бы, напоминает? Я думаю, что не бывает ли так же, и я вижу, что и в жизни нашей тоже может быть такое, что если мы когда-то, уверовав в Бога, когда-то покаявшись, но и даже, как я прочитал в послании Петра, что отложили зависть, которая была, злословие, перестали говорить плохие слова, но не полюбили Слово Божие. Неужели мы не спасемся? Я не знаю. Может быть, и не спасемся, потому что Слово Божие написано «возрасти во спасение». То есть это, как бы, мы уверовали, мы родились от Слова Божьего, и теперь мы должны расти. Если мы не будем расти, неизвестно, до чего в конечном итоге мы придем, но я хочу вспомнить два таких, как бы, причины, значения, почему мы должны любить Слово Божие. Их несколько есть причин, но я напомню только две. Слово Божие очищает. Почему я так думаю? Потому что Иисус Христос на последнем вечере со Своими апостолами Он им сказал, что вы уже очищены через Слово Мое, которое вам проповедано. Еще не было жертвы Христовой, еще не было пролито Его крови за грехи. Но Христос сказал такие слова апостолам. Вы уже очищены через Слово, которое вам проповедано. Три года ученики ходили с Иисусом Христом, слушали Его. И вот это Слово Божие, которое они слушали, оно каким-то невидимым образом очищало их сердце, очищало их душу. Я думаю, оно очищало их мысли, очищало их уста. Если до этого, может быть, они могли, может быть, кто-то, или они, может быть, позволяли голос повышать, или еще что-нибудь, потому что они, может быть, были рыбаками, они не были священниками. Ну вот, три года они были с Иисусом Христом, и Христос сказал, Слово Мое, которое я вам проповедовал, оно вас очистило. То есть, смотрите, братья и сестры, слышание Слова Божьего очищает нас. Вот так мы по нашему обыкновению приходим в молитвенный дом, слушаем Слово Божие, и во время слушания Слова Божьего действие Святого Духа очищает нас. У нас появляются хорошие мысли. Ну, я это говорю, может быть, про себя, я не знаю вас, но я допускаю, что так же и с вами это происходит. Появляются благие желания. Если делали какой-то грех, то появляется желание этот грех не делать, потому что, слыша Слово Божие, Слово Божие нас обличает и тем самым нас очищает. Второе действие, которое бы я хотел вспомнить, которое производит действие с человеком Слова Божие, оно его дает ему жизнь. Вот вверх, выше, в послании апостола Петра, там несколько стихов выше, я прочитаю. Первое послание апостола Петра, первая глава, 23 стих. «Как возрожденный не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». То есть здесь апостол Петр говорит, что вы родились от Слова Божьего, то есть вы уверовали, слышав Слово Божие, вот эту Библию, слова апостолов, и он уже к верующим в Иисуса Христа пишет, что вы уверовали и родились от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Дух Святой через апостола Петра назвал Слово, проповеданное апостолом, живым. Питаясь вот этим Словом, которое оставлено нам, которое достигло до нас, оно делает живыми нас. И написано, что оно пребывает вовек. Питаясь этим Словом, которое пребывает вовек, оно делает нас, тоже пребывающими вовек. В этом мире, как-то так говорят, те, которые следят за здоровым питанием, они так и говорят, что вы кушаете, то вы и есть. Кушаете хорошую пищу, вы здоровый человек, кушаете плохую, то вы больной. Это поговорка докторов, может быть, этого мира, но вот здесь написано, что вы родились от живого семени, которое пребывает вовек. Я думаю, что если мы будем этим семенем питаться, питаться Словом Божиим, читать его, мы будем иметь жизнь и будем пребывать вовек, как это Слово Божие. Я так подумал, что надо делать для того, чтобы это Слово полюбить? Ну, что значит полюбить? Я думаю, мы все знаем, что значит любить. Мы все когда-то что-то любили. В детстве мы, может, любили одно, подросли, начали любить другое, но мы что-то, мы любили что-то, каждый из своей жизни. Вот точно так же надо любить это Слово Божие. Иначе, иначе, может быть, даже будет и тяжело спастись, а может даже невозможно, потому что Дух Святой так прямо и сказал, возлюбите Слово Божие для того, чтобы вам спастись. Как Слово Божие полюбить? Я уже читал, что ибо вы вкусили, что благ Господь. Слово Божие надо вкусить. Мы когда-то его вкусили с вами, потому что мы все уверовали Бога, когда-то его вкусили. Но, может быть, я говорю к тем, которые только начинают жизнь христианскую, которые, может быть, еще не полюбили Слово Божие, то Слово Божие, Библию, надо начать читать. Просто надо начать читать. Первый раз надо себя заставить, второй раз уже, может быть, будет обыкновение, а третий раз, возможно, полюбите. Я вспоминаю, как у меня в моей этой жизни было. Где-то примерно в 12 лет я начал читать. Библию. До 12 лет я ее слушал. Слушал в собрании, слушал на детских собраниях. Но в 12 лет мне захотелось читать Слово Божие. То есть, если кому-то сейчас в этом возрасте 12 лет, то я думаю, что уже пора начинать читать Слово Божие. И это Слово Божие принесет жизнь душе. Это Слово Божие будет очищать душу. И если были какие-то нехорошие дела, слова, мысли, то вот это Слово Божие, которое мы будем читать, которое вы будете читать, оно будет очищать. А что может случиться, если Слово Божие начал читать, читал несколько лет, а потом перестали. Я думаю, что вот как написано раньше, я читал, что отложили коварство, злобу, злословие, зависть. Может быть, все те отложенные грехи, отложенная жизнь, она может даже возвратиться. Если перестать читать Слово Божие, то можно надо и уже отложили, но Слово Божие читали, читали до времени, потом перестали, то снова могут возвратиться те грехи, которые были отложены и раньше. А если они возвратятся, потом очень тяжело начинать Слово Божие читать заново, потому что они будут заглушать все то доброе семя, которое сеял Дух Святой раньше в наши сердца, в наши души, оно там не будет иметь возможности что-то делать, то свое доброе действие над нами. И мы сейчас будем молиться, друзья. Я бы хотел, чтобы мы все может быть увидели себя и пускай Дух Святой нам подскажет, откроет, что если любовь к Слову Божьему по какой-то причине у нас угасла, то мы много о чем просим нашего Господа. И я думаю, можно просить Бога о том, чтобы эта любовь, которая была когда-то и вдруг по какой-то причине угасла любовь к Слову Божьему, чтобы эта любовь снова возгорелась. Бог всемогущий, Он это может сделать, возгореть снова любовь в нас. Бог милосердный и Он будет рад тому, что мы с такими просьбами к Нему приходим. Потому что мы можем приходить с разными просьбами, иногда такими земными, суетными. Кажется, без них тоже никак нельзя. Но мне кажется, что такая просьба угодна Богу, чтобы нам больше любить Слово Божие, больше Его читать. И если по какой-то причине стали меньше читать, то можно у Бога попросить прощения, покаяться, исправиться и сила Святого Духа снова, я верю в это, сойдет на нас, как и прежде, и мы снова возгоримся в любви к Богу и к Его Слову. Аминь.